Всем привет! Ну вот долгожданное видео о поездке в Крым. Начинаем свою дорогу, выезжаем. Вот время. Время без 25 час. Выезжаем сейчас, поедем на заправку, заправляемся и в общем-то в дорогу. Да, пробег получается на текущий момент времени 58 749. Посмотрим сколько у нас всего получится накатать. Значит, тут по городу у нас был расход 10,2 литра на 100 километров. Это в среднем. Это за потраченные, получается, за 57 литров. После заправки мы счетчик обнулим, запишем это и, собственно, покажем. Приехали на заправку. Это наша первая заправка по пути. Заправляемся до полной цены. Сейчас покажем. Заправляемся на Газпроме. Так, первая заправка у нас получается 95-й бензин, G-Drive. Значит, заправили 38 литров с половиной по 45 рублей 29 копеек за литр. Итого вышло на 1744 рубля 57 копеек. Наша первая заправка. Едем дальше. Да, забыли добавить, значит, обнуляемый расходомер. Посмотрим сколько у нас за поездку будет средний расход. Было по городу 10,3. Так, только что показывала вам, что заправлялись на заправке. Значит, это город Домодедово. Микрорайон Барыбина. 57-й километр. Трассы М4 Дон. Строение 2. Заправка Газпромнефть. Заправились бензином. Налили почти полный бак, как я уже говорила ранее. И ощутимо машина стала тяжелее идти. То есть супруг почувствовал, что машина тяжелее идёт. Залили мы 40 литров, но от 40 литров тяжести не могла она настолько хуже пойти. То есть, значит, плохой бензин. Так что имейте в виду, если будете ехать по М4, но, естественно, вы, скорее всего, будете проезжать именно тут, если вы едете из Москвы или там с начала МКАДа. Но на этой заправке не советуем заправляться. Рядом есть Лукойл. Какой бензин, там сказать не можем. Там не заправлялись. Но вот это вот значительно ухудшило ход машины. Первый пункт взаимания оплаты М4. Едем ночью. Время час 19, поэтому едем со скидками. Первый пункт оплаты 80 рублей. Днём 100. Едем также по трассе М4. Всё та же дорога. Будем ехать по ней до конца практически. Значит, сейчас тут идёт ограничение движения 130 километров. Едем чуть больше 140. До 150 можно хорошо ехать. Дорога нормальная. Слегка, правда, бывает потряхивает. Дорога кое-где полотно неровная. Ну, а так, в принципе, такую скорость держать позволяет. Второй пункт взаимания оплаты на трассе М4 Дон. Ночной тариф 130 рублей. Дневной тариф 200 рублей. Мы сейчас едем по ночному тарифу. Да, расход. Так, расход бензина 6,8 средний на 100 километров. Время сейчас 1,57. Средняя скорость 90 километров сейчас по трассе была. Третий пункт взаимания оплаты. Ночной тариф 40 рублей. Дневной тариф 70 рублей. Так, четвертый пункт взаимания оплаты. Трасса М4 Дон. Ночной тариф 40 рублей. Дневной тариф 70 рублей. Пятый пункт взаимания оплаты. Цена, значит, за проезд ночной тариф 120 рублей. Дневной тариф 160 рублей. Уже время 4.32. Начинает расцветать. Ну, в общем, продолжаем ехать. Да, останавливались мы где-то минуты 15. Что-то меня немножечко уморило. Минут 15 мы постояли и потом дальше поехали. Очередной пункт взаимания оплаты. Мы уже сбились со счета, который... Ночной тариф 60 рублей. Дневной тариф 100 рублей, да? Да, дневной тариф 100 рублей и этот 60 рублей. Мы уже сбились, друзья, за счет, но на монтаже вам будет ясно, какой это... По-моему, шестой. По-моему, шестой, да. Но мы боимся уже ошибиться, поэтому уже вот так вот получается. Мы уже на подъезде к Воронежу. Еще один пункт взаимания оплаты. Ночной тариф 60 рублей. Дневной тариф 100 рублей. Уже на улице совсем светло. Продолжаем наш путь. Значит, заехали на заправку. У нас, получается, это вторая заправка с тех пор, как мы выехали. Но у нас еще оставалось немного бензина, но нужно было дополнить. Значит, заехали на заправку Шелл. Заправили 35 литров. Ну, с копейками тут получилось. Значит, стоимость бензина заправляли 95-й с присадками. The Power. The Power, да, называется. 47 рублей 84 копейки стоит литр. И заправились мы на 1692 рубля. Ну, собственно, едем дальше. Подъезжаем на еще один пункт оплаты. Ночной тариф до 7 утра. У нас сейчас 6.27. 30 рублей. Дневной тариф 60 рублей. Это объездная дорога Воронежа. Еще один пункт оплаты. Ночной тариф 60 рублей. Дневной тариф 90 рублей. У нас сейчас время 6 часов 47 минут утра. Поэтому мы еще успеваем проехать по ночному тарифу. Объезжаем пробку в Лосево. Лосево – это поселок. Пробок находится после Воронежа. Там регулярные пробки из-за того, что вдоль трассы находятся различные кафешки. И там останавливаются дальнобойщики. Вообще проезжие останавливаются на ночлег, останавливаются покушать. Поэтому потом выезжают. В общем, пробки там регулярно и практически круглосуточно. Но есть объездная дорога. Вот нас сейчас ведет навигатор. А также туда вот едет вереница еще из машин. То есть частично эту пробку можно объехать. А если знающие люди, то могут объехать и полностью по грунтовой дороге. Также не попадитесь на удочку. Возле объезда стоят люди местные с табличками объезд. И пытаются за деньги провезти вас. Обычно за это, по крайней мере, год назад брали 500 рублей. И вели вот так же, как сейчас мы едем. Просто перед вами ехала машина. Или даже человек просто садился в вашу машину и показывал вам дорогу. В принципе, это совершенно не нужно. Никому платить. Тут и так понятно, куда ехать. Любой навигатор дорогу покажет. Либо просто езжайте за вереницей из машины. Не промахнетесь. Выезжаем на М4 Дон после объезда Лосева. Но объехали мы, естественно, его не все, а лишь только часть. Вот, как видите, впереди пробка. Сейчас будем выезжать туда. Муж сейчас ищет, старается по навигатору еще какой-нибудь объезд. Но пока что безуспешно. Не знаю, возможно, придется стоять в пробке. Но уж тут ничего не сделаешь. А насчет объезда очень даже хорошо, что объехали. Ну, достаточно времени сэкономили. В принципе, дорога нормальная. Мы на своей машине проехали нормально. Но есть, конечно, залдобины. Но, в принципе, ехать можно. Выехали из Лосева. Движемся дальше. Время 8 часов 55 минут. Пока что едем. Но впереди вроде как еще пробка будет. Приехали под Воронеж. Проехали примерно 750 километров. Вот остановились тут на небольшой полянке. Вот. Будем сейчас отдыхать. Вот супруг тут ходит. Всем привет, привет. Вот. Сейчас отдохнем, перекусим. И, в общем-то, потом дальше поедем в дорогу. Уже едем примерно... Сколько мы едем? Часов, наверное, 10. Сейчас 11 дня. Ну да, часов 10 мы едем. Где-то в дороге. В общем-то, идем. Получилось бы и быстрее. Просто мы в пробку встали. В Лосево мы стояли. Потом мы дальше не стали снимать. Мы еще две пробки влетели. Тоже там кедров по 5, по 7 каждый. И, в общем, там авария. Там фура улетела в Кювет вместе с легковушкой. В общем, короче, вот такие вот дела. Поэтому, собственно, средняя скорость была до этого 95. Сейчас 75. Ну, что ж, в любом случае надо остановиться отдохнуть, перекусить. Потому что все-таки 10 часов за рулем уже устало издает о себе знать. Хотя изначально я проехал, сколько там получается, 250 километров. Что-то меня уморило прям ночью ехать по неосвещенной трассе. А потом, когда расцвело, уже хорошо. Но сейчас я чувствую, уже надо отдохнуть пару часиков. И можно опять в путь дорогу. Я думаю, до Краснодара доедем сегодня. Так, мы взяли с собой газовую горелку. Вот сейчас поставили на огонь воду кипятиться. Хотим заварить себе доширак, перекусить. Конечно, не полезно. Но зато уж лучше, чем есть в придорожных кафе. Также вот взяли тушенку, добавим в доширак. Все-таки куда полезнее, чем есть в кафе у дороги, в которых неизвестно, что сколько хранится. И можно спокойно отравиться. С тушенкой все полезно. Вот. Сейчас вода вскипит. Заварим себе доширак. Также у нас там еще, сейчас покажу, есть хлеб, бутерброды. В общем-то, будем кушать. У нас тут еще хлеб с собой, колбаса. Колбасу брали вот в таком вот контейнере. И также брали с собой вот такой вот охладитель из фикс-прайса, чтобы колбаса не пропала. Ну вот, сейчас достала. Достаточно прохладно внутри. Поэтому все хорошо сохраняется. Вот Стас уже внутри отдыхает. У него на глазах повязка. Еще он тут повесил, занавесил себе окошечко кофтой. Сиденье разложил. И вот смотрите, как получается. То есть, вот там вот сиденье заканчивается. Но, правда, ноги до конца невозможно положить. Но и так вполне хватает. Вот. Сидушка раскладывается целиком до дивана заднего сиденья. И, в общем-то, получается вот такой вот сплошной цельный диванчик. Там у нас еще подушечки у него под рукой. Вот. Они у нас тут на задней полке хранятся. И, в общем-то, тут еще всякие. Вон, подушки есть и для шеи, и для всего. Она налабается. В общем-то, отдыхаем. Ну, что ж. Сейчас будем, так сказать, перекусывать. Вот такой вот получается перекус. Роллтон с тушенкой. В принципе, я думаю, быстро, недорого и сердит. И хорошо готовится, как вы видели. Собственно, просто берется плитка, берется газовый баллон. Все это накручивается. 5 минут и готово. Так, время 13 часов 12 минут. Мы немножечко отдохнули и продолжаем свое движение. Отдохнули примерно часик и, в общем-то, едем. Нашли еще один объезд. Объезжаем, значит, пробку под Ростовом-на-Дону. Уже подъезжали ближе к Ростову. Там образовались пробки. И вот навигатор нас повел в объезд по грунтовой дороге. Тут часть грунтовой, часть асфальт, часть камня. Накидана, не знаю, камера как передает. Потому что впереди машины едут, все пылит. В общем, по такой дорожке проезжаем. Но это уж лучше, чем стоять в пробке. Да, проехали, получается, суммарно чуть больше 1000 километров уже. Время 16 часов 6 минут. Планируем остановиться на ночлег у Азовского моря. Но там как выйдет сейчас, как будут дороги, как проедем. Если получится, то остановимся возле Азовского моря. Остановились на третью заправку под Ростовом-на-Дону. Заправлялись в 95-м Экто. Залили 36,5 литров по 47 рублей 40 копеек. Итого у нас вышла третья заправка на 1731 рубль 52 копейки. Едем дальше. Заехали мы в Макдональдс. Приобрели мы тут Биг Мак, Биг Тести. Миксбокс, значит, сырный соус, куриные крылья, еще один сырный соус, два чизбургера и большую кову. Все это дело вышло на 907 рублей. Макдональдс находится в городе Аксай, улица Западная, дом 3G. Из минусов сразу же могу сказать, вот чек был выбит. Сейчас, 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 вот, время 18.09. Заказ я получил одну минуту назад. То есть, вы понимаете, 20 минут мы ждали этот заказ. На что я сделал замечание, и они мне ответили. Люди, говорят, сегодня полтора часа, говорит, с утра ждали. А что я им ответил, что это слабо утешает. В общем, вот такие вот здесь очереди, такие вот дела, друзья. Вот такой вот получается обед. Всем привет. Мы приехали, мы, собственно, на ночлег. Вот у нас машина. Стали. И решили остановиться, как я ранее говорила, на берегу Азовского моря. Естественно, до Крыма мы еще не доехали, до Черного моря тоже. Остановились на берегу Азовского моря. И будем сейчас тут на ночлег отдыхать. Кромчик. В общем, собираемся разложить кресло. Сейчас покажем, как мы трансформируем машину в зону отдыха. И сейчас пройдусь, покажу вам немного моря. Уже, правда, поздно, темно, но все-таки постараюсь вам что-то дозаснять. Ребят, просто нереально много комаров. Не знаю, просто уже темно, не видно. Но если посмотреть на машину, просто полчища. Машину облепили всю. Не знаю даже, как ее открывать, чтобы они не залетели внутрь. Но комаров очень-очень много. Вот. А море потрогали. Я вон подошла, руку окунула. Она просто очень-очень теплая и просто горячая. Советую мужу искупнуться. Но пока что-то он... Не знаю. Так, комаров, конечно, вообще нереально. Надо спасаться, короче, идем в машину. Это просто трэш. В общем, девчонки, ребята, такой трэш происходит. Даже не ожидала, что в море будет столько комаров. Мы заперлись с супругой в машине. Несколько штук просочилось к нам в машину. Вон муж убивает их сейчас с помощью тряпки. Вот. А на экране, вот возможно, вам видно, это все за окном. Они вон сидят, вон они. Это за окном. Они в машину хотят пробраться, но, естественно, не могут. У нас окна-то все закрыты. Вот. У нас уже, пока мы там к морю ходили, нас искусали. Теперь мы с моря сидим, все ноги чешемся. Вот. Собираемся ложиться спать. С утра, я думаю, проснемся. Засниму еще море. Я думаю, мы едем еще с другом. Супруг с другом, наверное, скупается с утра. Комары должны разлететься, по жаре их не будет. Вон они, за стеклом. Это все за стеклом ползает. Но очень плохо камера передает. На самом деле, их гораздо больше. Их штук в 50 уже на этом окне. Там их тысячи. Выходишь просто нереально. Сейчас попробуем нерести. Очень-очень много. Вот. Так что, в общем, заперлись. Будем сидеть и ложиться спать. Ребят, вот мы хотели показать, как у нас выглядит машина в разложенном виде. Правда, темно. Мы включили лампочку. Уже вечер стемнело. Вот. Но, в общем-то, диван выглядит раскладывается. Я уже показывала вам практически в прямую кровать. Вот. Мы сейчас ложимся спать. Разложили. У нас тут подушки. Вот. Лежат. Ох, видно, к сожалению, все равно. В общем, может быть, с утра еще покажем, как это все выглядит. В общем, у нас тут получилась как бы единая кровать. Все необходимое для сна есть. Подушки есть. В общем-то, ложимся спать. Да, подушки у нас, получается, лежат, как правило, под задним ветровым стеклом. Под задним. Вот. Три подушки. И, собственно, мы их вот так вот тут раскладываем. И вполне себе комфортно и удобно. Сейчас жарко, покрывало не нужно. Даже, я бы сказал бы, напротив. Мы бы приоткрыли окошки, но боимся быть подсчетными донорами. Поэтому, собственно, будем периодически включать кондиционер. Точнее, заводить машину и включать кондиционер. Так, я тут вижу, одно насекомое уже есть. Да, тут уже летает комар. В общем, будем его ловить. Вот. Всем до встречи завтра. Снимем продолжение. Да, завтра ждите продолжения. Продолжение следует.